Шесть педагогов вышли в финал районного конкурса «Учитель Кода». Они уже являются лауреатами, которые будут представлять город на областном этапе педагогического состязания. Прежде чем стать финалистом, каждый из учителей прошел определенные испытания, в которых доказал, что достоин победы. В борьбе за звание лучшего учителя Ленинского района педагогам предстояло показать себя в самой зрелищной номинации конкурса – визитке, а также продемонстрировать ораторское мастерство. Каждый из учителей, который сегодня есть в финале, давали открытый урок. Каждый из учителей представлял свой опыт, методические наработки, умение работать с современными средствами обучения, с современным дидактическим материалом. Поэтому сегодня на сцене, нельзя сказать, что это будет шоу, но это больше будет, скажем, работа на публику. Учителю музыки Татьяне Морощук, как, впрочем, любому наставнику, играет на публику не впервой. В финальном испытании она в очередной раз показала блестящее владение необходимым для педагога искусством, умением заинтересовать своих подопечных и всецело захватить их внимание. Участие в конкурсе стало ярким подтверждением того, что Татьяна Петровна действительно нашла свое призвание. Конкурс «Учитель года» помогает посмотреть на себя со стороны, оценить свою работу. И, конечно же, это конкурс, который действительно позволяет повысить свой педагогический уровень и по-другому уже, может быть, посмотреть на то, как можно работать лучше, потому что предела совершенства нет. Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года» проводится с 1991 года. Каждый год он пополняется новшествами. 2014-й не стал исключением. В этом году педагогическое состязание также претерпело некоторые изменения. В этом году есть особенности проведения конкурса «Учитель года». Если предыдущие годы учителем года в районном этапе, в областном, в республиканском мог стать только один учитель, то в этом году это будут учителя по различным направлениям. Учитель года филологического направления, учитель года физико-математического направления, учитель года изобразительного направления и так далее. Еще одной особенностью учителя года 2014 стало введение в состав участников работников дошкольных учреждений образования. У каждого из претендентов название победителя – свое кредо в работе и в жизни. Они легки на подъем, способны зажечь новыми идеями коллег и учеников. Они хотят и могут сказать свое слово в педагогике. Надо начинать с себя, потому что если дети видят в твоих глазах желание познавать что-то новое, то и они загорятся этим желанием узнавать тоже. И, соответственно, чувствуя поддержку со стороны детей – это колоссальная вещь, которая дает тебе силы для того, чтобы двигаться дальше и покорять новые вершины. Такие они в школе, а на сцене настоящие артисты. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и каламбурили. В общем, внимание жюри и зрителей не ослабевало. Сегодняшних финалистов со всеми предыдущими участниками объединяет многое. Это любовь к своей профессии и к детям. Самым важным явлением в школе, самым получительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель.